Сегодня Сергей Морозов в рамках рабочей поездки проконтролировал ход работ по ликвидации ядовитой свалки в селе Луговое, которая образовалась по вине компании «Чистый город плюс». Приглашайте к себе, приглашайте его, как ответственность за земельный участок, приглашайте этих деятелей, и чтобы в присутствии у вас было подписано обязательство соглашения между ними ими, чтобы у нас был документ. В мае 2019 года региональный Росприроднадзор выдал компании лицензию на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию отходов высокого класса опасности. Местом ее деятельности была определена территория на Московском шоссе 52Б. Однако коммерческая структура, вопреки требованиям, складировала пластиковые емкости от пестицидов и агрохимикатов в нескольких метрах от жилых домов в селе Луговое. Местные жители забили тревогу сразу же, но ситуация разрешилась только после вмешательства региональной власти. Мы договорились с данным предприятием по чистой городу Росторгли, обязуем их выполнить последующие работы по ликвидации сегодняшней ситуации. И жителям я не думаю, что стоит беспокоиться, потому что в принципе это дело не повторится больше никогда в принципе. Местные жители беспокоятся небезосновательно, поскольку незаконные действия чистого города Плюс повлекли за собой грубое нарушение прав граждан и угрозу экологии. Природоохранная прокуратура в настоящий момент подготовила материалы для того, чтобы побудить виновника данной экологической ситуации провести все работы по рекультивации. По технологиям здесь возможно произвести срез верхнего слоя почвогрунта и его уже удаление. Несмотря на все благонадежные прогнозы экологов, местные жители все же опасаются за свое здоровье и в частности их тревожит качество питьевой воды, поскольку при устранении свалки большегрузной техникой был задет водопровод. Сразу же, когда это случилось, выехала лаборатория наша, аккредитованная лаборатория центральной питьевой воды, сделали пробы воды, взяли здесь и в домах, которые уже дальше на этом водопроводе питаются от этого водопровода. Значит, анализы делали и химические, и микробиологические, ни одного отклонения не обнаружено. Хорошо все то, что хорошо заканчивается, гласит известная пословица. Однако, по мнению жителей, нельзя оставлять без наказания тех лиц, которые травили людей и природу. А где гарантия, что все эти ядохимикаты, потому что перекопали, что эти ядохимикаты не попали в грунт. Поэтому мы хотим, чтобы навели здесь порядок, разобрались, кто виноватый, по закону они понесли ответственность и впредь, чтобы не было такого безобразия. На сходе граждан активисты села решили, что лучшим вариантом завершения этой истории может стать народный парк, который должен появиться совместными усилиями администрации и местных жителей. Губернатор дал поручение ответственным лицам проработать этот вопрос. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Улправда ТВ.